Открытые студии Первого Ярославского продолжают свою работу в рамках Ярославского инвестиционного форума. Рядом со мной Максим Авдеев, заместитель и председатель правительства Ярославской области. Максим Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Большая предварительная работа была проведена в преддверии Ярославского инвестиционного форума Первого форума. Какие можно предварительные итоги подвести? Какие впечатления у вас, как основного организатора, в том числе этого мероприятия? Конечно же, в первую очередь хочется сказать слова благодарности всем, кто откликнулся на наше приглашение. Приехал ряд представителей достаточно серьезных федеральных компаний, структур. Это и структуры в области работы с инновационными стартапами, это и структуры в области финансирования. Сейчас я говорю о фонде Сколково, о российском фонде прямых инвестиций, о ряде других венчурных фондов, фондов, складывающих деньги. Приехало значительное количество банков, в том числе, например, такой, как Банк МСП, специализирующий на поддержке малопредпринимательства. То есть достаточно хорошее, высокое, качественное представительство того уровня экспертов, да и я по большому счету назову их партнеров, наших партнеров, с которыми мы уже работаем, выстраиваем прочные связи. И эта площадка в том числе для того, чтобы найти время и уделить, что называется, полностью внимание Ярославской области. Чтобы мы смотрели только проекты Ярославской области, чтобы мы обсуждали потенциальное развитие в тех или иных направлениях совместно. Вот ключевая задача организовать это мероприятие, чтобы сюда был достаточно представительный состав и совершенно рабочая конкретная обстановка с конкретными задачами, вот это на сегодняшний момент, можно сказать, что состоялось. Очевидно, что основные цели, которые преследуют инвестиционный Ярославский форум, это привлечение новых инвесторов. Какую работу региональное правительство сегодня ведет для поддержания благоприятного инвестиционного климата в регионе? Решая такую целевую задачу, как привлечение инвесторов, мы, собственно говоря, создаем три единую структуру поддержки. Первое, это, безусловно, так называемый инвестиционный климат. Это все, что касается регламентации внутренних административных процедур в регионе. Они направлены на то, чтобы эти процедуры были проще, короче, понятнее, доступнее и так далее. Все это создает некую среду. Мы говорим о регистрации прав, о подключении к сетям, о решении подобного рода вопросов. Второе, это, конечно же, создание институтов поддержки. У нас создан целый комплекс институтов поддержки, задача которых оказывать в том числе не финансовую помощь приходящим инвесторам и тем предприятиям на территории области, которые хотят развиваться. Это и Центр экспорта, и Фонд развития промышленности, это и региональный инжиниринговый центр, это ряд других структур, которые, собственно говоря, сопровождают и помогают в решении тех или иных задач. Третий, конечно же, крайне важный базис, это нормативно-правовая документация, которая регламентирует те меры поддержки в виде либо дополнительных субсидий, либо в виде налоговых льгот, которые сегодня существуют на территории области. Достаточно сказать, что тот режим, территория опережающего социально-экономического развития, который сейчас уже есть в Тутаеве, в ближайшее время войдет в действие в Гаврилов-Яме и планируется к реализации в Ростове, это один из лучших на сегодняшний день налоговых, оптимизационных налоговых механизмов с точки зрения снижения налоговой базы. Существует еще целый ряд таких налоговых преференций, как региональный приоритетный инвестиционный проект, региональный инвестиционный проект. Все это в совокупности позволяет инвестору, то есть я имею в виду как инфраструктура поддержки, как региональные налоговые льготы и как общий инвестиционный климат, все это в совокупности позволяет инвестору чувствовать себя здесь достаточно комфортно. Кроме того, я знаю, что большое внимание уделяете работе с федеральными структурами, в частности, с Министерством промышленности и торговли в том числе. Насколько важна для регионов сегодня эта взаимосвязь? Она является, я бы сказал, очень принципиально необходимой. Почему? Потому что, собственно говоря, что делает федеральный центр? Федеральный центр на сегодняшний момент создает инструменты поддержки. И эти инструменты поддержки создаются достаточно много, достаточно быстро. А дальше встает вопрос, как в практической точке они реализуются на территориях, а территория это вот здесь, в Ярославской области. И мы смотрим, какие из инструментов наиболее хорошо работают. Если не хватает каких-то, мы обращаемся в Минпромторг с просьбой рассмотреть о введении дополнительных элементов поддержки. Либо, например, о включении наших предприятий, либо производимой ими в продукции в соответствующие перечни, которые позволяют им, ну, что называется, пользоваться определенными, явными или неявными, конечно, преимуществами. Например, при сбытии своей продукции, либо компенсационными программами. И все это, ну, значительная часть от этого идет от федерального центра и позволяет нашим предприятиям облегчать, что называется, реализацию проекта по тем или иным направлениям. А свою задачу мы в этом направлении видим как то, чтобы создать у себя здесь в регионе полномасштабный центр компетенции, который бы передавал эти знания и возможности этой работы и сопровождал наши предприятия при доступе к этим возможным мерам поддержки. Чтобы они не были, что называется, одиноки, да, и им не говорили, ребята, это не к нам, это вот отправляйтесь туда, да, то есть мы говорим, это к нам, это наша с вами совместная задача, вас как предпринимателей, нас как правительства, с тем, чтобы вы могли получить максимально полный комплекс мер и региональной, и федеральной поддержки. Сейчас хочу поговорить немножко не о предпринимателях, а пока об изобретателях, которым вы тоже уделяете достаточно большое внимание в своей работе. Зачем это делает региональное правительство и насколько это важно сегодня поддерживать молодых новаторов в современной стране, в современной России, в современной ситуации? Сегодня, не без гордости говорю, это сложилась ситуация в Ярославской области, связанная с настолько высоким технологическим уровнем развития промышленности, что этим уровнем, в общем, можно и нужно делиться. И это очень хороший задел, который мы сейчас сохраняем и стараемся упрочить. Но мы понимаем, что как всякий задел, он имеет, ну, свои правила жизни, да, свои угасания и свои восхождения. Поэтому вот принципиально мы нацелены сегодня на то, чтобы сохранить этот темп. Мы смотрим на те разработки, которые будут реализованы и которые будут актуальны в будущем. Откуда эти разработки? Да, конечно, в том числе от инновационных стартапов. Конечно, мы решаем здесь двойную задачу. Понятно, что мы, конечно, ищем и идеи, и проекты, которые имеют конкретную направленность, которые позволяют вносить реальные инструменты или выводить реальные продукты на рынок востребованный. Но одновременно мы создаем инфраструктуру и атмосферу внутри региона работы с инновационными программами. Почему? Потому что очень важно преодолеть вот это вот понимание того, вернее, неверие в то, что это нужно. Вот мы как раз преодолеваем это неверие, говоря о том, что это нужно. Приходите, не получится у вас с первого раза, получится со второго. Мы поддержим вас там, где это реализуемо. Если нет, вы получите опыт и в следующий раз будете действовать более эффективно. Поэтому вот эта работа для нас, безусловно, приоритетная. Она, конечно же, строится во взаимодействии с образовательными учреждениями, которые со своей стороны очень активно готовят студентов, корректируют свои программы, вовлекают их в предлагаемые нами мероприятия. То есть это такой двусторонний обмен, от которого мы предполагаем, что должны выиграть все. И вузы, и, безусловно, область, ну и, конечно же, сами ребята или те инноваторы более старшего возраста, которые приходят со своими разработками, которым мы помогаем. Но если говорить более детально о развитии малого и среднего бизнеса, какие проблемы сейчас есть здесь и какого решения они требуют в самое ближайшее, может быть, время? У малого и среднего бизнеса есть один недостаток и одно преимущество. Недостаток состоит в том, что они маленькие или относительно небольшие, и поэтому для решения каких-то масштабных задач собственного развития, инвестирования и прочего, им нужно привлекать достаточно большие ресурсы, которых у них зачастую нет. Соответственно, вот вопросы, связанные с облегчением получения кредитования, с доступом к кредитованию, с решением вопросов по сбыту, вот это факторы, которые мы предлагаем в качестве помощи этому направлению. А преимущество, конечно, их небольшой размер. Почему? Потому что он дает дополнительную гибкость. В современных условиях при наличии определенных, правильно настроенных, что называется, маркетинговых подходов к рынку, вот этот незначительный размер добавляет гибкость. Это позволяет быстрее разрабатывать продукцию, вносить изменения, коррективы и, конечно же, симбиоз этих трудностей и преимуществ. Мы стараемся развивать преимущества и помогать в устранении тех трудностей, которые имеет малый и средний бизнес. Спасибо. Максим Александрович Авдеев, заместитель и председатель правительства Ярославской области, был гостем открытой студии Первого Ярославского. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова